Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Исход». И сегодня мы будем читать 12 главу этой книги. В 12 главе говорится о том, как Господь дает устав Пасхи и устав празднику опресноков. Потом говорится о том, как Моисей объявляет старейшинам Израилевым повеление Господа и рассказывается о поражении первенцев и начала исхода в пасхальную ночь. И мы читаем с первого стиха и ниже. «И сказал Господь Моисею и Арону в земле египетской, говоря». Ну, я напомню, вот такое выражение «сказал, говоря», как бы излишнее уточнение, имеется в виду «сказал Моисею, говоря для всех последующих поколений». «Месяц сей добудет у вас начало месяцев, первым добудет он у вас между месяцами года». В понимании Ветхозаветной Церкви закон Божий должен начинаться, наверное, вот с этого стиха. «Месяц сей добудет у вас начало месяцев, первым добудет он у вас между месяцами года». Однако закон Божий, Пятикнижие Моисея, начинается с сотворения мира, сотворения первого человека. Почему? Чтобы еврейский народ не превозносился и понимал бы, что первый человек, Адам, является предком всех людей. Поэтому эти заповеди даются не только еврейскому народу, но и всем другим народам. Для нас, христиан, Пасха, как пишет апостол Павел, Пасха – Христос, заклонный за нас. Поэтому вот христологически мы должны осмысливать это событие. «Скажите всему обществу сынов Израилевых, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного Агнца по семействам, по Агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не ест Агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислите на Агнца». То есть этот праздник не только для богатых, но и для бедных, и для людей среднего достатка. Поэтому в еврейском народе было принято на краю пасхального стола класть мацу тремя стопками. Маца – это опресники. Три стопки указывали на три социальных положения евреев – богатые евреи, среднего достатка и бедные. То есть для каждого есть место за этим столом. Агнец у вас должен быть без порока. В нашем понимании Пасха наша – это Христос. Он – Агнец Божий. Помните, как Иоанн Креститель указал рукою на Христа и сказал, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний, возьмите его от овец или от кос». Наш Агнец – это Господь наш Иисус Христос, законный за нас. А почему Агнец должен быть обязательно мужского пола? Дело в том, что в христианском понимании Христос есть не только Агнец. Он есть и тот первосвященник, который приносит эту жертву. Он есть и сама жертва. И Он есть тот Господь, который принимает эту жертву. То есть Он приносяй, приносимый и приемлющий. А это священно действие. «И пусть Он хранится у вас до 14 дня сего месяца, тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его». Пусть помажут на косяках. Косяки – это то, что перекрещивается. Косяки – это деревянные косяки. И вот на перекрестие, помазание кровью – это указание на тот жертвенник, на котором была принесена самая совершенная жертва – указание на Голгофский крест. Почему делалось это помазание кровью? Потому что, когда Агнец приносился в жертву, на улице шел ангел смерти. И когда он видел, что косяк этого дома помазан кровью, он не входил в этот дом, а входил в те дома, которые не были помечены этой кровью, и там умирал первенец. Поистине, как в нашей традиции, говорится, что крест – оружие, которое на дьявола дано нам, его же все боится и все его трепещет. И само слово «пасха», еврейское «песох» означает «пружинить» или «перепрыгивать». Перепрыгивать. То есть ангел смерти, который подходил к дому, если он видел на косяке кровь, он буквально перепрыгивал через этот дом и искал дальше, где нету вот этого помазания кровью. «Пусть едят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть едят его». Почему с пресным хлебом и почему установлен вот этот праздник опресноков? Этот праздник должен был напоминать евреям, что они так поспешно выходили из Египта, египтяне их начали гнать, что тесто не успело вскиснуть. Вот так поспешно приходит освобождение от Господа. А почему с горькими травами? Чтобы вспомнить, какой была горькая их жизнь в египетском рабстве. И принято, когда сейчас евреи проводят седр Песоха, они едят горькие травы, лук, чеснок, и надо есть так, чтобы слезы потекли из глаз. И вот это наставление им дает боговец Моисей. «Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне». Агнец Христос – это и есть Слово Божие, которое стало плотью и обитало с нами полная благодать и истины. Слово Божие мы должны принимать целиком. И все книги Ветхого, и все книги Нового Завета ничего не оставлять до утра. Утро – это начало вечного дня, в день нашего воскресения из мертвых. А то, что остается до утра, – сжечь на огне. Огненные языки – это действием Духа Святаго. Мы можем понять то, что не смогли понять и оставили, поэтому неизученным. То есть, когда нам что-то непонятно в Писании, мы молимся, и благодатью Духа Святаго мы постигаем и то, что непонятно. «Ешьте же его так, пусть будут чесла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня». То есть, вкушать эту трапезу надо было с готовностью встать и пойти туда дальше, куда позовет Господь. «А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд, я Господь». Вот это то, о чем я вам часто говорил по ходу наших бесед о египетских казнях, что это были казни над богами Египта, над пороками египтян, над их заблуждениями религиозными. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте воный праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его». И мы, христиане, восприняли эстафету этой вечной Пасхи, но в формате Христового Воскресения она получает значительно большее значение, ибо Моисей освободил только один еврейский народ, а Христос освободил все народы и племена от фараона-дьявола, от угнетения в Египте, то есть от порочной жизни, и дал всем надежду на спасение. «Семь дней ешьте пресный хлеб, с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа та истреблена будет из среды Израиля». Квасное – это хамец, то есть все то, что бродит, киснет, все это надо было уничтожить, потому что то, что бродит, киснет, это образ некой греховности, порочности, и напротив чистый пресный хлеб без всяких заквасок и примесей – это нравственная и моральная чистота. И мы помним, как Христос часто предупреждает своих апостолов от всего квасного, от всякой закваски. Он говорит «Берегитесь закваски книжников-фарисеев, берегитесь закваски саддукейской, берегитесь закваски иродовой». В каждом случае он хочет, чтобы мы были пресны, то есть просты внутри, без всякой дурной закваски и примеси. «И в первый день, да, будет у вас священное собрание, и в седьмой день священное собрание, никакой работы не должно делать в них, только что есть каждому одно то можно делать вам». То есть пищу приготовлять можно. «Наблюдайте опресники, ибо в сей самый день я вывел ополчение вашей земли египетской, и наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное». Что значит «я вывел ополчение ваше»? То есть они не убегали из Египта, это был исход по ополчениям. Они, наоборот, пробили себе путь к свободе, как армия, которая вырвалась из окружения. «С четырнадцатого дня первого месяца с вечера ешьте пресный хлеб до вечера двадцать первого дня этого же месяца. Семь дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасной, душа та истреблена будет из общества сынов Израилевых, пришелец ли то или природный житель земли той». И мы помним, как Христос сказал ученикам «пойдите, приготовьте мне Пасху». Что значит «приготовить Пасху»? «Уничтожьте весь хамец», то есть все кислое, чтобы даже в доме ничего такого не оставалось, даже ни одной крошки. «Ничего квасного не ешьте, во всяком местопребывание вашем ешьте пресный хлеб», то есть без всяких примесей, то есть если христианство, то без примесей, там язычество, без закваски фарисейской, саддукейской и так далее. «И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им, выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и закалите Пасху. И возьмите пучок и сопа и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка». Вот здесь мы видим, что косяки были в форме креста, оба косяка, а не четыре косяка. «И оба косяка дверей кровью, которые в сосуде, а вы, никто, не выходите из дверей дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей и не попустит губителю, то есть ангелу смерти, он называется губитель, войти в домы ваши для поражения. Храните сие как закон для себя и для сынов своих навеки». И вы знаете, братья и сестры, что принято на Страстной Седмице, когда читают Евангелие, держат свечи, а потом делают именно на косяках изображение Креста. «Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение». То есть Пасху совершайте не только тогда, когда происходит освобождение, но так как в нравственном моральном смысле мы всегда нуждаемся в новом исходе и в новом освобождении, то надо совершать даже и на Святой Земле. «Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте все служения, и когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и домы наши избавил, и преклонился народ, и поклонился». То есть выслушав эти наставления Моисея, что надо и детей обучать, пасхальному седору, народ поклонился и преклонился, точнее преклонился, потом поклонился. А что это за такое положение тела? Преклонился народ, поклонился. Мы это иногда видим, когда вот иудеи сейчас молятся, они так сначала преклоняются, как бы на коленках, потом выпрямляются, а потом уже поклоняются. И с древних времен это означает, что когда искушения, как волнами идут на нас, мы должны как бы подныривать, чтобы они прошли над нашей головою, а нас бы там, тем более какие-то похотливые искушения, не коснулись бы. И пошли сыны Израилевы, и сделали, как повелел Господь Моисею и Арону, так и сделали. В полночь Господь поразил всех первенцев земли Египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль в земле Египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Арона ночью, и сказал, «Встаньте и выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, пойдите, совершите служение Господу, как говорили вы». Хотя Моисей как бы поспешил сказать, что больше не будет общаться с фараоном, но это было его решение. А все-таки общение состоялось. «И мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, пойдите и благословите меня». Казалось бы, к нему пришло прозрение, но потом он поведет себя тоже неадекватно. «И понуждали египтяне народ, чтобы скорее высылать его из земли той, ибо говорили они, мы все помираем». В каждом доме покойник, и это не старик, это не старуха, это первенцы всего Египта, и все в ужасе. «И понес народ, тесто свое», то есть еврейский народ, «прежде нежели оно вскисло». Вот почему и вкушают опресники. «Квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их, и сделали сыны Израилевы, по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых, и одежд». Важно не только принести покаяние, как бы тут раскаивается и фараоны, и египтяне, да-да, уходите, но надо компенсировать ущерб. И когда египтяне отдавали золото и серебро, с египтян снималась вина, они возместили ущерб. «Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он, то есть народ египтян». «И отправились сыны Израилевы из Рамсеса в Саххов до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей, то есть более полумиллиона пеших мужчин, кроме детей, то есть не считая детей. «И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое». Разноплеменные – это геры, это пришельцы в религию Израиля, которые уверовали в могущество Бога, в том числе и в результате вот этих десяти казней египетских. «И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта, и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу. Времени же, в которые сыны Израилевы обитали в Египте, было 430 лет». Ну, на самом деле, это было где-то 200 с чем-то лет, но их нахождение под властью делопоклонников, скажем так, с переселения Авраама в землю обетованную или с рождения Исаака, где-то так получается 430 лет. «По прошествии 430 лет в этот самый день вышло все ополчение Господней земли египетской ночью». Опять здесь подчеркивается, что они выходят организованно ополчениями, то есть такими полками. Скорее всего, имеется в виду колено. Они же сохранили свои еврейские имена, то есть принадлежность к своим коленам. «Эта ночь бдения Господу за изведение их из земли египетской это самая ночь бдения Господу у всех сынов Израилевых в роды их». Для нас, христиан, исход из Египта – это наш исход из мира греха, когда мы вступаем в церковь через крещение. о прохождении евреев сквозь Черное Красное море – это образ крещения. «И сказал Господь Моисею и Арону, вот устав Пасхи, никакой иноплеменник не должен есть ее». Иноплеменник имеется в виду необрезанный, то есть тот, который не гер, а просто там путешествует. «А всякий раб, купленный за серебро, он иноплеменник раб, когда обрежешь его, то есть он вступит в завет, может есть ее. Поселенец и наемник не должен есть ее». Тот, кто временно там находится. «В одном доме должно есть ее, не выносите мясо вон из дома, и костей ее не сокрушайте, все общество Израиля должно совершать ее. Если же поселится у тебя пришелец, пришелец – это гер, то есть тот, который обращается в религию Израиля, и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее, и будет как природный житель земли, и никакой необрезанный не должен есть ее. Обрезание преобразовывает собой крещение. В нашем случае Пасха в данном контексте – святое причастие – тело и кровь Иисуса Христа. И вкушать тело и крови Иисуса Христа может только крещеный человек. Некрещенный не может. «Один закон добудет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. И сделали все сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали». Здесь Моисей и Аарон, почему-то эти уточнения. Моисей – это пророческий чин, а Аарон – это священческий чин. Назначение пророков и священников – напоминать людям заповеди Бога. «В этот самый день Господь вывел сынов Израилева из земли египетской по ополчениям им». Третий раз повторяется, что они выходили не хаотично, не спасались бегством, а это был прорыв на свободу, и все выходили полками.